Добрейшее время суток, всем продолжаем проходить народную солянку 2023 на движке ОГСР. 67 серия, в прошлой части, как вы помните, я пережил Путепровод, это было, ну, на самом деле, полегче, чем в прошлый раз, но в целом, всё ещё не так уж и гладко. Так, а чё у нас тут за переходы, если только сейчас увидел Путепровод Юпит... А, да ну нахер, нет. Юпитер, Путепровод. А чё за Путепровод, Восточная Припять, чё это значит? Не понял прикола. А, это, наверное, в самом Путепроводе два перехода здесь почему-то отображаются, ну ладно. Короче, с Юпитера у нас есть обратный путь только в Путепровод, но я в Путепроводе больше не намерен находиться, потому что у меня есть с собой лунный свет, и это моё спасение. Так, ну, в общем-то, мы спасли учёных, они были на станции Янов, там были бандиты, мы пришли, успешно всё зачистили, и сейчас будем на них работать, это чё у вас тут происходит? Маракасионщики эти, с этот, как их там, Путепроводные, которые мне постоянно пишут в комментариях, чё-то там для Петрухи в Путепроводе забрать. Да, блядь, ну я не нашёл никакой инфы о Петрухе и Путепроводе, я хз. Я вот до сих пор не понял, это рофл или нет, или что? Как мне на это реагировать вообще? Причём там чел так реалистично ещё ответил. Да я вот выполнил ещё этот квест, там, до такого-то, такого-то, а вот он плохой, он вечно всё пропускает. Я подумал, нихрена себе ты, баклажан, посмотрел, как другие проходят, блядь, никто там ничего не находил. Короче, я вам не верю, всё, вы обманщики злые, вот он за этой ящиком по голове. Кстати, дай задание. Здравствуйте, вы говорили, что у вас есть работа? Да, есть, нам нужны некоторые вещи для экспериментов. Для чего это вам? Меня мало интересует, говорите, что нужно. Так, мне бы монитор тут поправить, а то он вечно ездит. Ладно, вроде кое-как поправил, всё равно предстоит ощущение, что что-то не так. Так, говорите, короче. В данный момент нужны три научных костюма, поищите в заброшенных лабораториях, а скорее всего в Х-18. Пошёл в жопу. Какие научные костюмы, чел? Я как должен отсюда выбираться, по-твоему? У меня ни переходов, нифига. На телепорте? Походу. Чё, мне телепорт ради... А, ну слушайте, я же могу бесплатным телепортом улететь. Блин, надо было вот копить деньги и на черепке мутить точку телепортации сюда, чтобы он меня бесплатно телепортировал. Но, сори, денег я не накопил. Так, ну давайте прожмём наш телепорт и там уже выберемся на склады и пойдём в бар. В баре мы скинем всё лишнее и потом пойдём в Х-17. Бартеры, кстати, всё ещё не работают. Нового патча не выходила. Короче, ребят, я уже минут 7 не могу перейти в бар, потому что у меня вылетает, представляете? Просто вылетает стабильный вылет при переходе в бар и всё. Типа, я телепортируюсь на склады, бегу назад, ну вот в этот переход, собственно, да? И всё, и у меня вылетает. Я и пробовал автосейв грузить и через команду консольную переходить в бар. Ничего не выходит. Это трындец. С чего вдруг у меня бар закрылся? Ну это уже точно, я не знаю, вряд ли. Ошибка патча, скорее всего, у меня что-то. Хотя хз. Ну, короче, надо будет кидать разработчикам, чтобы они сказали, в чём дело. Ой, пипец. И чё мне делать? Не, ну, конечно, можно обходным путём сыграть. Чё, у нас тут, в принципе, разные переходики имеются. Мы пойдём со складов на неразведанную землю. С неразведанной земли в тёмную долину. Ну и всё, в х-18. Ну это пипец, а где мне разгружаться тогда? Тут есть какой-нибудь ящик. Вот на янтере есть, а у вас бомжей нету. Чё мне делать? Наядно, что ли, бежать и разгружаться? Ну, походу, придётся. Будет у нас второй такой некий перевалочный пункт. Ну, правда, вряд ли я в него вообще когда-либо загляну после того, как починят всё. Ну, это, конечно, неожиданно крайне. Трупы так и остались. Чё, ребята, может вы приберётесь? Хотя, кроме тебя тут некому прибираться. Ай, блин, ты чё-то новое скажешь? Нет. Тут есть ящик внизу? Да, имеется. Ну, давайте тогда всё сюда скидывать. Всё лишнее. Так, ну вот эти, блин, чак-чаковские предметы. Опять же, хочется скинуть, но не надо лучше. Лучше не надо. Так, вот паучьи лапы. Я, хз, есть ли смысл с собой таскать? Ну ладно, я в любом случае, как минимум, вернусь сюда после задания. Поэтому, если они нам вдруг пригодятся, мы об этом узнаем. Чёрные кристаллы. Глаза ворона тоже с собой таскаю. Патроны скидываем. Блин, патрона вообще голяк. Сейчас будем протекты в основном воевать. Не зря я её всё-таки взял. Ну и всё. Я разгрузился. Надо попит. Теперь надо засунуть протекту. Ну и в лабу x18 отправляться. Увидимся уже там. Наконец-то я в лабе. Боже, что-то всё, не слава богу. Так, ну слушайте, контролёра вроде... Хотя ладно, может контролёр поселился тут ещё до патча. Но вроде вот это вот пси-излучение контролёру свойственно, не? Вряд ли огненный полтергейст так может. Поэтому мы срочно рашим к контролёру. Ждём, пока аномалия зашкварчит. Ага, я в неё попал. Ага, экран на боссу, но всё равно. Печально. Придётся сейчас отсиживаться здесь. И ждать, пока экран успокоится. Интересно, а ПНВ перебивает эффект? О-о-о, не. Ладно. О-о-о-о. Активизировались, говнари. Да, давайте вы меня ещё будете бить. Просто я в шоке с этого. Я и так тут потерпевший, пострадавший. Вы ещё в меня швыряетесь всяким. Но в этой комнате вроде ничем. Хотя, блин, нет, стулом можно. Вырубит этот фонарик дурацкий. Ладно, вот тут посидим. Буду молиться, чтобы меня не тронули. Так, а боссы на экран прошёл, но раздвоение... А, всё, тоже прошло. Отлично. В таком случае мы выруливаем отсюда. Так, давай, ну-ка. Найс. Пробежали. Блин, тут бюреры. Короче, я попытаюсь обойти бюреров и просто к Селли пробежать. Но, походу, не получится, потому что они ровно у Селли обитают. Гады такие, а. Но нет, это невозможно. Они прямо на дороге стоят вдвоём просто. Два гея вонючих. Я не знаю, эта лаборатория как благ говном так и осталась. Даже если отсюда уберут контролёра, тут есть грёбаные бюреры, с которыми так впадлу сражаться. Они просто, я не знаю, прочные, ваншотят в любой броне. Я не знаю, ну, просто терпеть их не могу. Давайте. Начнём с тараканов всяких. Чтобы они потом не мешались, когда я буду сражаться. Кстати, надо бы будет разделать крыску и проверить на бэкфлип. Опа, мне уже всякие предметы опять летят. Да что я вам сделал, нелюди вы грёбаные? Чё тебе надо, идиот? А-а-а, втроём, блин. Понял вас. Три гада чисто. Ну, слушайте, если я не здесь, значит проход в нижнее помещение свободен, и я могу проскочить. Давайте попробуем. Раз уж эти три чмошника здесь. Ага, обязательно проскочим, когда у меня вынослись появится. Кто-то мне её выжег. Ну, восстанавливайся ты быстрее. Ну, чё так долго-то, блядь? Ну, это какой-то кринж. Тихо-тихо-тихо, ползём-ползём. Не знаю, воды может выпить? Вроде немного вынослись даёт. О, наконец-то я могу хотя бы ходить, блядь. Просто какой-то... Ну, это пиздец, как в это играть? Ну, я про лабу. Ну, блядь, ну просто, я не знаю, ну... Ну, их убивать, блин, так затратно. А, я резнулся с нулём в иносливости, да? И без протекты, заебись. Спасибо, спасибо. Клёво, клёво. Классно. Придётся убивать их. Чё? Как? Я не знаю. Они убежали с этого прохода, конечно же. Как только... О, один умер. Отлично. Как только опасность они почуяли, так они сразу свалили с этого прохода. Нате вам, суки. Минус три. Осталось с полторами разобраться, но сначала нужно вылечиться. Тихо, тихо. Не бей меня этой бочкой дурацкой. О, тут какую-то крыску. Славянский зажим текстурами произошёл у крыски, короче. Буй будешь. Я ещё где-то слышу толпу изломов. Но они, скорее всего, этажом выше. Буй будешь. А ты буй будешь. Всё? Успокоились вроде бы. Так, нужен бэкфлип, ребята. Кто хочет проверить себя на способность бэкфлипать? Блин, я одна крыска, серьёзно? А чё случилось-то? Почему ни с одной крыски лут не упал? Ну, он ещё крыски вроде... Ну, блин, ну вот эта крыска, это фигня. Она деревянная, она не бэкфлипает нормально. Я даже не буду проверять. Нужны обычные серенькие, а не вот эти жёлтые. Бэкфлип? Нет, не хочет. Может, ты хочешь бэкфлип? Нет. О, о, о. Подожди, подожди. Ты моя последняя надежда. Да какая повреждённая тушка? Где ещё? А, во, застряла под полтором. Бедная. Так, ну-ка вот это убрать. Но нет, ну серьёзно. Короче, все крыски повреждены, ребят. Бэкфлипа не будет. Я не знаю, вообще не повезло. Ладно, с этой троицей мудаков мы разобрались. Но помним, что ещё внизу есть мудак. Один, как минимум, был. Но я не про тебя, конечно. Тут вроде был бюрер, но сейчас его нету. И слава богу. Так, залазим вот на эту бочку. Залазим вот на этот контейнер. И видим здесь ящик. Прыгаем к нему. Смотрим. Как раз-таки три нужных нам костюма. ССП-99, коллока забираем. И несём заказ учёным через телепортейшн. Где он у нас? Вот он у нас. А, точно, я же все артефакты наверху оставил. Ну, короче, увидимся на Юпитере. Здорово, наука. Я вернулся. Жесть, я почти полчаса пишу серию. И только один квест выполнил. Ну, вылет, конечно, порешал. Он и время забрал. И в тильп меня немного ввёл. Здравствуйте, вот принёс моём костюмчик. Жаль, ещё дальше схоронить их не могли. Очень хорошо, весьма кстати. Что поделать? Наука и местонахождение её глубин – вещи непредсказуемые. Ага, забирайте, пока эти вещи не прохудились. Благодарю, вот ваша оплата. Спасибо, до скорых встреч. 15 тысяч. Есть ещё работа у вас? Да, в таких местах работа всегда найдётся. Давайте. В заводском комплексе здесь, на Юпитере, был сейф с научными документами. Они представляют некоторую ценность для нас. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, там всё давно разграблено, и сейф уже вскрыт. Но, возможно, документы в нём ещё сохранились. Зачем они мародёрам? Поищите, пожалуйста, этот сейф и тщательно исследуйте его содержимое. Хорошо. Найти сейф с документами. Ну, чё-то пока докум... Ээээ... Блин, документы. Задания весьма однообразные и простенькие, что немножечко расстраивает. Ну, ладно. Может, это только затравочка перед чем-то жёстким. Пока что я заряжаю в магазине, чем могу, ибо патронов нет, партера нет. Чё-то прохождение скатилось у нас пока что. Ну, в экономическом плане. Хотя, может, и не в экономическом. Я не знаю у кого какие мнения. Кстати, говорили, можно на Т протереть маску, и глюки из ПДА пропадут. Давайте попробуем. Ну, для начала, конечно, ПДА надо убрать. И чё, не протирается маска? Может, на стройках надо назначить? А, у меня протереть маску Маус 5 вообще, поняли? Давай Т. Ну-ка. Он всё равно не протирает. А вот так? Ну, нет. Хоть из ПДА, хоть без ПДА жму. Не протирает. Ну, наверное, потому что, ребят, у меня они вообще выключены. Эти самые капли на маске. И, соответственно... Ну, короче, шляпа всё. Это не поможет мне это ПДА увидеть во время дождя на открытом небе. Ой, только сейчас увидел. Нифига себе. Бибика. Но я не буду кататься. Опасно. В аномалию попадёшь, себе дороже. Так, тут я вроде всё вижу. Хорошо. Значит, заводец. Ну, погнали. На самом деле, нам даже не обязательно заходить прямо на территорию завода. Всё вот здесь. Ребята вон уже себя выдают. Проход у нас вроде бы здесь, да? В это здание. На нафиг. Наемники тут, конечно, всё заполонили. Я даже на ФН-ку не могу пересесть. Представляете? Потому что у меня переход в бар не работает. Все патроны под калибр 56 на ФН-ку у меня в баре. Иди отсюда. Идиот. Ну-ка, ты? Ты похож на сейф. Да, да, да. Это оно. Вот оно. Научные документы. Забираем. Принести документы учёным. Ну, простенько, простенько. Так, чё, я хотел бы с последним наёмником расправиться. Где он тут? Или пофиг. Ну ладно, раз он сам не выходит, то мне-то какое дело? Застал так застал. 67% уже скат. Слушайте, ну как раз под номер серии. Но меня это не утешает. Бартер всё ещё не работает. Здравствуйте, нашёл я ваши документы. Замечательно. Вы нас очень сильно выручаете. Забирайте. Возьмите деньги, вы их заработали. Спасибо, профессор, до встречи. Я опять по поводу работы. Работа как всегда есть, но я бы вас попросил о другом. О чём же? До нас дошла информация, что на территории Юпитера упал беспилотник. Не могли бы вы проверить эту информацию? Может, там есть что-либо представляющее интерес для науки? Примерное место падения я вам дам. Да, слушай, я и без примерного места падения разберусь. Зов припяти уж играл, знаю. Или чё, или где-то в другом месте. А, ну да, вот эта вот территория за копачами. Это мы все знаем, братишка. Ты за кого нас держишь? За новичков? Все 50 тысяч человек, что посмотрят этот ролик, знают про этот беспилотник. Ну ладно, может не все 50. Ну, 40. Ну, вот так вот скажем. 40-то точно знают? Или 35? Сейчас каждый комментарий такой. Ну, я впервые слышу про этот беспилотник. О-о-о, тут у нас контролер. Осторожно. Но я, пожалуй, пробегу мимо контролера. Мы как бы по возможности друг друга не трогаем. Мы же все-таки друзья, верно? Поэтому я просто сразу на кладбище. Тут, благо, огромного количества жарок нету, как в оригинале. Я слышу какого-то мутанта. Либо это Бюрер так ходит, либо Псевдыч. Я уж не знаю. Надеюсь, не Псевдыч, конечно. Так, у меня оружие. Не заряжено, а мы вот так вот делаем. Бам-бам, готово. Кто здесь? Ну все, я подтвердил. Беспилотник упал. Можно я уже пойду обратно? А, я вижу там какую-то хрень возле него. Видимо, ее нужно подобрать. Но тут все в аномалиях. Контейнер выше защищенности. Берем. Все. Возвращаемся. Здравствуйте. Проверила место падения беспилотника. Нашли чего-нибудь полезного? Нашел контейнер какой-то, но он закрыт наглухо. Не знаю, будет ли он вам полезен, но я его принес. Еле к нему подобрался, чтобы взять. Там аномальное поле. Давайте его сюда. Мы попробуем его вскрыть и посмотреть, что в нем. Она выведет вас прямо на речной вокзал. О, с кайфом. Наконец-то мне не придется телепорт юзать, чтобы выйти отсюда. Хотя, что, он все равно бесплатный. Спасибо, профессор. Эта информация мне пригодится. Через путепровод ходить не особо хочется. До встречи. Так. А, то есть награда-переход. Ну ладно, в принципе, и задание было несложным. Да и предыдущий тоже. Но, блин, он денег хотя бы дал. Хоть где-то я денег могу подфармить. Потому что продавать мне что-либо очень не хочется. Работа еще одна. Как обычно есть. Вы как-то обмолвили, что ходили через путепровод. Тогда вы знаете, кто там обитает. О, да, знаю. Чумошники. Так вот. Нам нужны части тела этих монстров в трех экземплярах и артефакт черный кристалл. То, что они рождаются именно там, вы тоже наверняка знаете. Опять к этим тварям идти. Ладно, принесу. Хо-хо. Профессор, вы не представляете, насколько я суть идти снова в путепровод. Что я аж 20 частей с собой притащил оттуда, чтобы больше никогда туда не возвращаться. И аж 2 черных кристалла. Или 3, я вот не помню. В любом случае, есть у нас все это дело, поэтому сейчас мы вернемся. На самом деле, я не знаю, кто-то реально возвращался в путепровод ради этих частей. Мне кажется, любой, кто проходил путепровод, он, во-первых, сталкивался с пауками, потому что их невозможно пропустить. И, соответственно, сражался с ними. А во-вторых, ну что, реально не обыскивал их? Да это бред. По-любому, хоть несколько, да нужно же залутать. Это что? Лунный свет? Что он тут делает? Не понял. Ладно. Берем 3 лапы и черный кристалл. А что за лунный свет реально? Кто мне его сюда подсунул? Я вообще не понял. Это новый лунный свет, что вы поняли. Я хз, как он там оказался? Ну ладно. Здравствуйте, принес я вам части пауков? Замечательно. Мы как раз хотели начать один любопытный эксперимент. Черный кристалл тоже принесли? Принес, принес, забирайте. Вот ваши деньги заработаю, артефакт неплохой. Спасибо, профессор, до встречи. Так, 35 тысяч плазменная гусеница. Братишка, хочешь лунный свет? Он какой-то подозрительный вообще. Я его не ждал, не заказывал. И вообще его по-хорошему выбросить было бы. Но это начитерство просто смахивает. Как будто я заспаунил себе лунный свет и просто положил у ящика. Короче, давай, Ривидерыч. Так, 35 тысяч, ну солидно. Кто мне ВКонтакте пишет? На самом деле, я специально оставляю ВКонтакте включенным во время записи, чтобы вы подумали, что мне кто-то пишет, и я хоть кому-то нужен. Вот. Такая грустная история. Хочешь стакан? На. Ладно, давай, еще работу. В лаборатории Х8 лежит дипломат. В нем должны быть дозиметры в количестве 4 штук. Возьмитесь, принести их нам. А поконкретнее, где этот дипломат? Лаборатория-то не маленькая. Обычно подобные вещи хранили на стеллажах, что на нижних уровнях. Простите, но это вся информация, что у меня есть. Решение за вами. Ладно, найду я вам эти дозиметры. Х8. Ничего себе профессор запросил. А что такое Х8? Это Варлап? Или что? Я просто больше переходов не знаю. Я вот, смотрите, смотрю в переход, у меня ни одного перехода в Х8. Есть только Варлап. Варлап это Х8 или нет? Просто я его привык Варлап называть. Ну подожди, сейчас прочитаем про него. А, ну вот. Ну да, это Варлап. Или что? Или это под Припяти? Ну просто в Варлапе есть похожее место. Да не, это под Припятью именно. Да, Варлап это отдельная локация. А откуда я знаю про Х8, если у меня ни одного перехода нету туда? Не, ну так-то, конечно, я из ЗП знаю, то что где он. А что, у меня есть реальный переход в Х8? Да нету. Вот, восточная Припять, нету тут нифига. Справка. Переходы. Ни одного Х8. А, вот это Х8, бля, всё, забейте. Я такой, ну, как обычно, короче, надрестал в штаны. Ну, лаборатория меня, конечно, с кайфом встречает. Тут и народу дофига. И с пси-излучения по мне шпарит. Почему бы и нет? А, народ тут вот какой. Я-то думал, тут люди. Где я, Контрик? Скелеты. Офигеть, ты что тут устроил? Контролёр грёбаный. Так, вот этого подрезать. Братишка, где твой господин? Нужно его быстрее убить, пока он мне экран не обоссал. Но он, скорее всего, вот тут сидит, в главной комнате, да? О, аномальные стволы летают. Нет, вот здесь нет, кстати. Тут излучение не действует. На, нафиг. Так, какие-то стеллажи на нижних уровнях. Может, эти стеллажи? Хрен его знает. Ох, ты ж, ёпт, сколько здесь народу. Да ну нафиг. Я думал, это лёгкая прогулка будет за дозиметрами. А здесь жопа полнейшая. Надо, короче, срочно вычислять, где эти дозиметры. Просто... Так, это опять бюрер, вонючка. Не, я сейчас умру тут просто. Ладно, я перезагружусь, скорее всего. Надо будет просто узнать, где эти самые дозиметры и сразу к ним бежать. Потому что здесь орда мутантов. Я просто не знаю, чё мне с ней делать. У меня не так уж и много дроби. Погнали. А, блин, мне нужно поменять ствол, подожди. Теперь я знаю, куда идти. Где это место? Блин, найти бы его ещё. Всем привет, ребят. Так, я не знаю, нахрен я сюда спустился. Мне вообще не сюда. Мне вот сюда. Всё правильно. Спускаемся вниз. И ищем здесь стеллаж нужный. О, вижу, вижу, дипломат. Вот, 4 дозиметра подбираем. Всё, теперь надо улепётывать отсюда. Как можно скорее. Так, ребзи, не душите. Я чисто по лесенке вот тут поднимусь. И уйду от вас. Договорились? Без скандалов, без вот этого вот всего. Опа, всё. Нормальная прогулочка, я доволен. Ничего не потратил, только получил. Здравствуйте, нашёл этот дипломат и принёс его содержимое. Это превосходно, вы нам очень помогли. Держите дозиметры, как просили, 4 штуки. Вот ваши оплаты за работу. Спасибо, до встречи. Всё, работы больше нет, 25 тысяч. Ну, так-то неплохо. 100 тысяч у нас. Можем... Подожди, чё? Виталий Меченый, отметим это дело. Ничего себе, ещё один Меченый в зоне. Блядь, да как этого Сёма Креста обогнать? 10 тысяч у него уже, а у меня 9500. Чё мне делать? Так, ну чё, а... Что, всё? Это всё, что есть на Юпитере? Мне казалось, как будто бы тут больше будет. Это чё, радар? А? Почему оно на затоне? Почему у меня, блин, фигня приближается? А чё, дядь, всё? Реально? Эээ? Чё мне делать? Братишка хочет? А, крышка не убирается, к сожалению, ладно. А я помню, тут старый знакомый один наш должен появиться. Или чё, он позже появляется по основному сюжету? Хрен его знает. Но сейчас я тут больше никого не знаю, ни с кем не базарю. Хотя вот новые личности появились на базе, но это ноунеймы. Походу, реально, Юпитер, наверное, всё. Больше тут ничего нету. И чё мне делать? Юпитер, всё. Ну, Восточная Припять не всё, но я стволы пока никак не могу найти эти. Где мне их высрать? Семейный чак-чак тоже вот на затоне. На затон, только по главному сюжету. Чё получается? Главный сюжет, пацаны? Походу. Найти молнию. Ну, где-где в буме она, где ещё? Ой-вай, ну чё, идём в бункер управления монолитом с молнией говорить. Хотя бы зачаточки получим сегодня этого сюжета. В следующей серии полноценно продолжим. Итак, я в буме, но она, правда, пока не отмечается. В любом случае, продолжаем движение. Но, по-моему, здесь нужно с ней встречаться. Это и по картинке, вроде как, похоже. Ну, и по памяти из прошлой солянки. О, чё она ноет? Ты чё ноешь? Телепорт какой-то. Ну, я примерно помню, чё будет. Тебе модельку сменили или чё? ХЗ. Ну, ладно, возможно, мне кажется. Держи аптечку. Ещё держи аптечку. Сука, две аптечки сожрала, тварь. Ну, вот такая вот вумен. Руки на стол, как говорится. Хотя она страшная, если честно. Привет, что случилось? Что-то ты странновато выглядишь для зоны. Девушки тут уже не в диковинку, но в саркофаге. Кстати, откуда ты узнала о жучке в моём ПДА? Ну, ладно, я думал прочитать как ТПшка. Таким тупым глазом, но поберегу ваши уши и прочитаю просто как обычный текст. Привет, стрелок. Я знала, что ты придёшь, а больше помощи мне просить было не у кого. Хотя я этого или нет... Хочу я этого или нет? Ага, хотя прочитал. Но нам придётся сотрудничать. Надеюсь, что и ты не против. Польза от этого будет взаимной. У нас многие ходят в подобных комбинезонах. Удобно. Их защита намного превышает любые ваши экземпляры костюмов. Руками разорвать можно. О жучке. Достаточно было всего лишь установить нужную частоту. В первоначальные наши планы входило установление контакта с человеком, которого ты знаешь как Чёрного Доктора. Однако его планы и разработки могут повредить целям, которые мы преследуем. Мы? Но я никого более... Тебя не вижу. Что за цели? Почему я? Ты нетерпелив и горяч. Всему своё время. В этом подвале находится портал в другое измерение. Не удивляйся, ваш Чёрный Доктор несколько ошибся в происхождении зоны. Портал образовался недавно, но есть ещё один, более старый. Оба были неактивны, но взрыв на станции и особенно повторный взрыв на генераторах каким-то образом смогли их активировать. Куда они ведут, тебе знать рано. Да и не нужно, наверное. Скажу одно. После их активации часть изоморфов переместилась в зону. А это недопустимо. Я вот только сейчас понял. Нам же этот мир в портале за порталом не покажут. И что если это заделка под Народную Солянку 2, а? Ладно. Шутка. Шиза. Если честно, то я ничего не понял. Какие порталы изоморфы? Я живу в реальном мире. Я тоже живу в реальном, но своём мире. Всё просто. Я здесь для того, чтобы собрать изоморфы. Пусть в твоём понимании это будут просто предметы. Если этого не сделать, нарушится хрупкое равновесие между двумя потоками энергии. Но сделать это будет не так просто. Часть изоморфов уже обнаружены и используются в зоне. Первый пример. Тот артефакт, которым ты оживил недавно какую-то девушку. Второй. Изготовление оружия. Та бомба, взрыв которой ты видел, вариант использования части изоморфа. К счастью, неумелого. Иначе ничего живого не осталось бы на многие мили. Но разработки оружия продолжаются. Насколько я знаю, вы же с товарищем хотели остановить изготовление этих смертоносных бомб. Через оба портала в зону с целью сбора изоморфов отправили меня и ещё одного человека. Но телепортация оказалась неудачной. Я едва не погибла, а вот моему товарищу, который использовал второй портал, вероятнее повезло меньше. И что же далее? А далее дела плохие. Мой прибор до поиска изоморфов пропал при портировании. Но это полбеды. Оказалось, что в вашей среде я не могу надолго отходить от активного портала. Как только перестает действовать его энергия, я чувствую себя крайне плохо. Второй прибор был у моего товарища. Где находится старый портал, я не знаю. Прошу, разреши моего человека. Его зовут Странник. Последнее сообщение от него пришло несколько часов назад. Он пытался пробраться на крышу одного из домов в Лиманске. Там должен быть телепорт. Но в доме были какие-то люди, и я не знаю, жив он или нет. И где прибор? Без этого датчика изоморфа не собрать. Картинку дома, на крыше которого телепорт, я отправлю в твой КПК. Ну что же, я пока понял немного, но займусь поисками. А как же ты? Я отправлю тебе человека, хорошего для охраны. Это пока лишнее. Не нужно, чтобы кто-то знал о моем присутствии. Даже друг. За меня беспокоиться не надо. Пока портал рядом, мне ничего не угрожает. Я сумел открыть все двери в этой лаборатории. Иди вперед и найдешь выход. Но будь осторожен. Датчик показывает наличие живых существ. Мистика какая-то. Хотя, если есть какая-то энергия, в чем я убедился, то все возможно. Тем более в зоне. Ладно, буду выбираться отсюда и двинусь в Лиманск. Найти странника в Лиманске. По сведениям молнии, разыскать дом в Лиманске, на крыше которого есть телепорт, и которым, вероятно, воспользовался ее товарищ. Надо найти этого человека, у него есть детектор изоморфов. Также стоит узнать о месторасположении второго портала в замонолитии. Ни хрена себе. Жестко. Ну что, в Лиманск? Я в Лиманске, нахожусь около нужного нам дома, именно он описывался. Ну, я тут уже, конечно, положил около десятка человек. Ну так, обычное дело, знаете ли. А что нужно? На крышу, наверное, залезть, да? Или что? Или мне тут кого-то найти надо? Без понятия. Сейчас будем разбираться. О, нифига, подожди, что у тебя? Заколка. Пулестойкость дает. Так, ну давай на крышу сберемся. Ящички. Что в ящичках? Целых ни хрена. Так, я на крыше. Ага, вижу этот телепорт. Хорошо, и что мне с ним делать? А, наверное, тут где-то чел должен быть ее. Или что? Или я должен войти в этот портал? Ага, я в него вошел и оказался в какой-то жопе. Ну ладно, не жопе, я понял, где я оказался. Ну вот, теперь рядом со стройкой, очевидно. Так, а что здесь делать? Я вижу еще один портал, но я думаю, меня аж сюда не просто так закинуло. Я должен тут что-то найти. Или кого-то. Сейчас пробегусь. Посмотрю хотя бы на мини-карту. Может, что найду. Да, вижу труп. Бежим к нему. Так, задание выполнено. Найти странника в Лиманске. У него блокнот имеется. Выглядит он как чисто небо. Правда, желтый. О, подожди. Сколько, сколько? Сюда лут. Мы нашли револьвер по заданию Матвея Кулинара. Осталось найти пустынный орел чистенький. Найс. Так, все. Ну, задание пока новых не появилось. Давайте прочитаем блокнот, который я нашел. Так, нет, это военный планшет. Где блокнот? Блокнот странника. Молния, это стрелок. Твоим товарищем, похоже, пыталась закусить группа местных каннибалов. Прибора не вижу, но есть блокнот с наводкой на одного человека. Попытаюсь его найти. Плохо дело. Без детектора нам не справиться. Прошу, посмотри, нет ли его в доме, на крыше которого был телепорт. Да я уж был там. Хорошо, посмотрю еще раз. Тут все огорожено забором. И чего его сюда занесло? Где-то должен быть выход. Я уже видел выход, дайте мне блокнот прочитать. В зоне есть человек, которому удалось приоткрыть тайну части изоморфов и использовать их свойства. По имеющейся информации, он всего лишь продает части изоморфов, не догадываясь о последствиях. Найти этого человека не так уж сложно. У него нет ноги. Не знаю я такого. Я знаю только одного человека в сталкере, у которого нет ноги. Ладно, у него, если бы точнее двух ног нет. Ёп, твою мать. Тут кто-то заспаунился, но тут псевдочи. Псевдочи? Это НПС, помните? Возвращение в зону самой первой свободой с торгаш. О, нормально ты гранату подблочил. Как раз она рядом с тобой взорвалась, придурок. На! Ай, на! Не, ну с ними сражаться в ближнем бою, это трындец. Отлично, минус псевдоч. Ну давайте, срежем трофей, приличия ради. Я, кстати, догадываюсь, кто это. Я примерно помню. У меня даже превью с ними есть на старой солянке. И, наверное, еще раз будет. Но он, кстати, по-другому выглядит. Так, достаем протекту и разбираемся с псевдочами. Че он делает? Это типа танцы такие? Ты своей сайвой вообще не попадаешь по нему, братишка. Встань вот сюда, отсюда стреляй. Он не сдается, ладно. Готово. Че, братишка, это у тебя ноги нет? Ладно, сомневаюсь, что это прям ты. Свол отжал у кого-то, побежал куда-то. Стой ты, остановись, успокойся. Да, это Юрий Семецкий. Здорово, сталкер, спасибо за помощь. Привет, Юрий. Сколько по зоне хожу, а с тобой судьба не сводила. И хорошо, что не сводила. Я о тебе тоже слышал. Артефактик мой у тебя был. Осколок Монолита, помнишь? Не-не, он мне без надобности теперь. Судьба моя такая. Умирать и воскрешаться. Когда я впервые загадал желание у Монолита, заметил этот осколок. Забрал. Да только свалили меня мутанты недалеко от станции. Воскрес через час, а арта в рюкзаке и нет. Обчистил кто-то. Потом этот арт у тебя оказался. Таковы слухи? Я знаю того, кто забрал у тебя арт. Но уж извини, ты же труп был. Кстати, хочу спросить. Не встречал ли ты в зоне человека без ноги и не слышал ли ты об изоморфах? Об изоморфах я не слышал, зато слышал о некоторых предметах с необычными свойствами. Кстати, в этом доме я нашел рюкзачок с занятыми патронами. Все забрать не смог. Не унести. Излишек пришлось выкинуть на пол. Можешь сходить посмотреть. Хоть и слухи, что часть этих предметов могут открыть пути на неразведанные территории. И поверь, этих территорий не так уж и мало. Эти предметы нетрудно определить. По-одноногому, есть такой сталкер. Недавно я его видел. И, как ни странно, он тоже интересовался этими изоморфами. Хвастался, что у него есть приборчик какой-то для их определения. Ушел он на генераторы. В этом доме, говоришь? Спасибо, посмотрю. Да и за наводку на одноногого спасибо. Придется наведаться за ним на генератор. Далековато, правда? А ты что далее делать будешь? Я тоже был у Монолита, но кажется, что это обман. Это сейчас обман. Я тоже неоднократно бывал там. Думал, смогу вернуть смерть свою, ибо воскресать и быть постоянно в зоне – дело не из приятных. Похоже, что реальный артефакт – большой и мощный. Кто-то сейчас заменил на простую светящуюся пустышку, которая продолжает манить сталкеров. Что дальше? А дальше дело привычное. Пойду по зоне мотаться. Может, еще и сведет нас судьба. Знай я короткую трубку на генераторы. Раз уж ты туда собрался, держи координаты, пригодится. Будем надеяться, что еще свидимся. За короткий путь огромное спасибо. Пойду в доме, посмотрю, что там за необычные патроны, а потом за одноногим на генераторы. Блин, вот бы кто-то сделал мод. Ну, такой, не короткометражный, а полноценный. Ну, хотя бы средний, на часов 10. Про Юрия Семецкого. Как он до исполнителя дошел и так далее. Было бы прикольно. Ну, понятно тоже, что это легенда. Привет. Иду в твою сторону. Ты там случаем не видел сталкера одноногого? Семецкий наводку дал. Надо с тем сталком потолковать. Привет. Да только что засветился в деревне этот сталкер. Ушел в сторону холмов, что левее деревни, ближе к питонке. Народ поговаривает, палатка там у него. Сейчас разведу, пока ты идешь. До встречи. Медуза что-то делает. Так, да. Короче, было бы прикольно, если кто-то мод про Семецкого сделал. Понятно, есть фотограф, но это немножечко не то. Там все-таки немножечко другая история. ИГГ в конце такой. Я Юрий Семецкий. А хочется вот именно немножко другое. Ну, я думаю, вы меня поняли. Ну, ладно, это так, чисто. Может, такую есть, кстати, я не знаю. Не помню. Подобрали мы из Аморфа. 540 штук. Жестко. Еще один артефакт. Ну, ладно, не буду его подбирать. Он все равно мне не нужен. Ну, что ж, на генераторы мы отправимся уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии по сталкеру, по народной солянке. Вступайте в группу, заходите в телегу. Все есть в описании. В описании есть также ссылка на плейлист. В случае, если вы не видели прошлые серии, обязательно посмотрите их. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok